Здравствуйте, меня зовут Дарья и вы смотрите видеодайджест о проекте Skyway в домашнем формате. Смотрите сегодня в выпуске. На производство Skyway доставили новое оборудование, на котором будут проверять прочность материалов для струнного транспорта. Большинство разработчиков Skyway переехали в новый офис в Минске. Компания-разработчик струнного транспорта опубликовала независимое аудиторское заключение о своей работе в 2019 году. Остановимся на этих событиях более подробно. Компания-разработчик Неделю назад на производство струнного транспорта в Беларуси доставили итальянскую испытательную машину «Голдобини Куазар-250», которая поможет ускорить проверку прочности материалов и соединений для струнного транспорта. По словам инженеров за струнные технологии, на рынке не всегда можно найти подходящие материалы для производства транспорта Skyway. Поэтому некоторые из существующих материалов приходится дорабатывать самостоятельно. С этим компания и поможет новое оборудование. Одна из особенностей станка – основание, которое поглощает вибрации от проводимых испытаний, а также может убирать вибрации от работающих рядом станков. Благодаря этому испытательный центр можно устанавливать прямо в производственном цеху. Посмотреть первые отзывы инженеров о новом оборудовании вы можете по ссылке в описании. На прошедшей неделе почти все подразделения компании-разработчика струнного транспорта ЗАО «Струнные технологии» переехали в новое здание в Минске. Около тысячи сотрудников разместились на более чем 9 тысячах квадратных метров девятиэтажного офисного комплекса. Главная причина приобретения нового здания – рост численности коллектива компании-разработчика Skyway. Уже сегодня это более 50 структурных подразделений и более тысячи сотрудников. Напомним, что о покупке офиса стало известно в январе этого года. Окончательный переезд в новое здание завершился на этой неделе. Фотоотчет из нового офиса смотрите по ссылке в описании под видео. Несколько дней назад ЗАО «Струнные технологии» опубликовала аудиторское заключение по результатам работы компании в 2019 году. С 2015 года компания регулярно публикует результаты своей экономической деятельности в формате независимого аудиторского заключения, чтобы показать открытость своей работы. Согласно заключению, документы, которые представили в ЗАО «Струнные технологии», достоверно отражают финансовое положение компании на всех этапах ее развития в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Оценить результаты проведенного аудита вы можете по ссылке в описании. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на наш канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить следующие выпуски. До встречи!